МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переступая порог деревянного дома, взглядом невольно упираешься в порт. Видится красота деревянных половиц и куча круглых половичков, по-деревенски кругляшей, застилающих доски. Кажется, что может быть обыденнее. Но есть в Москве мастерица, которая на основе народной техники создала новый, современный вариант ковриков миниатюрной ручной работы. Расскажет и научит нас делать кругляши из уголков Алла Снеговская, мастер по текстилю. Родилась за полгода до войны. Папа в это время военный, служил в туркестанском военном округе под Ташкентом. Поэтому я родилась в Ташкенте. А волей судьбы там жили недалеко от Ташкента моя прабабушка и прадедушка. Они держали корову. А я оказалась искусственницей, поскольку выскочила раньше времени из мамы. И они меня выхаживали. Мама работала в эстраде в Ташкентской. Некогда ей было. То есть не то, что некогда, а не могла она быть рядом со мной и бросить работу. Поэтому я была на воспитании у бабушки с дедушкой. А дальше началась война через полгода. Мама работала в концертных бригадах, а папа воевал. Так что я и осталась у бабушки с дедушкой. Ну, все. А потом после войны поездки, бесконечные поездки по стране с родителями. Это в основном Дальний Восток. По образованию я закончила Ленинградский институт культуры. Режиссерское отделение. Так что режиссер народных театров у меня написано в дипломе. Диплом отработала в Карелии. А оттуда выскочила замуж за москвича. Родители были уже в Ленинграде. Я заканчивала в Ленинграде и школу, и институт. И когда выходила замуж, он мне клятвенно обещал, что поменяется на Ленинград. Потому что я не мыслила себе нигде. Себя нигде. Ну, а потом делала удивленные глаза. Говорит, я обещал. Не может быть. Ну, так и долго не могла к Москве привыкнуть, пока у меня не родилась дочка. Вот когда родилась дочка, что-то щелкнуло в голове, и это стало вот мое. Ну, вот с тех пор так, здесь работала я в музеях. В Останкинском музее работала. Потом немного в Москонцерте редактором филармонического отдела. А потом в музее народного искусства, которого сейчас нет. Удивительное дело, как могли наши бабушки с такой фантазией украшать пол. Практически в каждом доме, наравне с традиционными тканными половиками, использовали и коврики-кругляши. На их изготовление шли вещи, полностью отслужившие свой срок. Иногда не одно поколение пользовалось вещью в хозяйстве. И вот последняя жизнь в виде половика на пол. Для этого сохранившиеся кусочки разрезали на полосы, и уже из них ткали, вязали или шили кругляши. Вязали крючком, да не лишь бы как, а подбирали цвет и рисунок. Или другая старинная техника. Лепачиха. Впервые увидев половики из лепачихи, думается, что это мех. На севере лепачиха или лепачок. Это торчащий обрывок ткани. В этой технике делалось свадебное одеяло, которым укрывали молодых в санях в мороз. Дарилось оно молодым с пожеланием достатка и процветания. Сколько кусочков в одеяле, столько же добра в доме. Поражает, как из старых застиранных полосок ткани рождались такие красивые вещи. С каким вкусом и фантазией они сделаны. Даже в кругляшах находили отражение современные сюжеты из жизни. Я их называю «Уголки». Один мальчик, сын моей подруги, увидел и сказал, мама, так это же клювики. Мне очень нравятся вот эти вот клювики. Они действительно остренькие. Как я к ним пришла, увидела я такой плохенький по печати в 70-х годах проспект Русского музея. Выставки Севера. У них было прикладного искусства. И там ковер, не ковер, панно, не панно, из двух квадратов, ну как квадраты, скажем, круг, если он шьется на квадратные тряпки. И когда он доходит до пределов этого, то углы еще зашиваются такими дугами. И получилось два квадрата. И соединены эти два квадрата, и шит как бы ковер. Я поразилась, я такой техники никогда не видела. Спросить не у кого, посмотреть негде. Я стала пробовать, пробовала, пробовала, у меня уголки получаются. А тут я вижу вот клювики эти. И я пыталась и так сложить, и так сложить. Где-то у меня, они у меня пришивало по-разному, они где-то у меня разворачивались. Но, наконец, в общем, нашла как. И стала шить кругами. Вот тот в проспекте, вот этот ковер я видела, он концентрическими кругами, вот как вязаные коврики бывают деревенские. Ну и долгое время я делала такие круги. Очень знакомым друзьям нравилось, и я сделаю, подарю, сделаю, а потом стало скучно вот вязать, то есть шить кругами. Я попыталась сначала так, полуовалами такими завершить, потом в центре какую-то, там, не знаю, звездочку, какой-то цветочек какой-то. А дальше больше все стало как-то складываться в голове. И стала делать узоры сложные. Поскольку эта техника, в общем, время затратное, то пока круг шьешь, пока завершаешь, то уже есть время подумать, а чего дальше. Опять-таки это когда уже руки стали делать автоматически, когда голова отключилась от техники. Я хочу показать коврик, где вроде бы я вот пошла по традиции, да, круги. Вот здесь концентрический круг одного цвета, другого. И потом, чтобы видно было, как вот графикой, можно по этим же кругам сделать рисунок. Начинать надо, конечно, с хлопка, ну, с тонкого льна, с хабэ лучше, сатин, хлопок, пока руки не станут уже на автомате работать. А потом и шелк, и синтетика, что угодно. Шитье из кусочков ткани, сложенных уголками, или по-другому клювиками, чешуйками, ушками, имеют давнюю традицию. Особенность этой техники заключается в том, что лоскутки по отдельности сворачиваются в уголки и пришиваются на основу только за основание. Вершины уголков остаются свободными и слегка отходят от основы. За счет этого изделие получается объемным и фактурным. Из уголков делались утилитарные вещи. Это и коврики-кругляши, и подстилки на сиденье, и подставки под горячее, и другие нужные в обиходе вещи. И только в наше время из-под рук нашей мастерицы выходят произведения искусства. Как рисунок рождается? Не знаю, как. Вот по ходу рождается, я как тот киргиз или казах. Еду и пою. Вот по ходу могу изменить. Сначала тут, понимаете, как? Вот идут кругляшки, то есть эти самые круги. Вот начинается рисунок, и происходит первая разметка. Значит, тут вот бирюзовые. Черные, четыре бирюзовых. Черные, четыре. Черные, четыре. А дальше это все за собой и тянет. Уходит на конус. Бубенчик такой тут приделывается. Вот эта часть вся запрограммирована вот этой разметкой. А дальше другая разметка вот в этой части. Вот в этой части. Вот это пойдет, этот вот орнамент. Так что по ходу рисунок может измениться, потому что вдруг кончилась тряпочка этого цвета. Я не могу даже объяснить, как это рождается. Вот рождается и рождается. На иностранцев это всегда действует как экзотика. Всегда, так сказать, одна американка увидела на обратной стороне коврика, вот здесь, цифру. А это четыре тысячи девяносто пять. Это четыре тысячи девяносто пять уголков пришито здесь. Она спросила, что это, номер работы? Ей сказали, нет, это количество уголков. Она покрутила у виска пальцем, сопроводив словом «креди». Я не думаю о том, какое у них назначение. Вот делаю и делаю. Знаете, это стало просто необходимостью. Много уже мастер-классов проводила. То есть не столько много мастер-классов, сколько, в общем, людей. Много довольно прошло. Все с любопытством, с энтузиазмом. И потом, и все. Потому что эта техника, она не предполагает быстрого результата. Ну вот такую работу я делаю уже привыкнув. Я делаю ее где-то недели три. Там посложнее, побольше. Бывает и месяц. И я как-то не тороплюсь и не думаю. Мне сам процесс очень увлекает. Во-первых, бесконечна смена цвета перед глазами. И такое время для раздумья есть. Я не спешу. И мало того, если я дня три не пошью это, то у меня просто начинает, знаете, внутри зуммер такой. Хочется. Два раза лауреатство у меня было. И один раз мне даже неловко говорить. Вот последний раз гран-при. В номинации «Ручная работа». Поскольку здесь, ну, не прикасается никак машинка. И завершается, и начинается, и продолжается. Все только руками. Вот. А мне как-то неловко стало. Ну, что же? Техники-то другой. Я все мечтаю, что еще эта техника где-то всплывет. Кусочек ткани, сложенный уголком, нашел свое применение и в народном костюме. Было бы удивительно, если бы наши прабабушки не стали бы украшать одежду уголками. В Оланецкой губернии ими украшали манжеты и ворот женской рубахи. А казанские татары украшали головной убор колфа крохотными уголками. Размер уголков всего несколько миллиметров. Подобные головные уборы носили состоятельные горожанки. Сам колфак шился из бархата, а рисунок выкладывался уголками. Татары использовали в основном однотонный шелк, а работы русских мастериц всегда были полихромные. И поражает умение объединить все это многообразие цветов в гармоничное равновесие. Я так полагаю, что мне это, вот без шуток, продлевает жизнь. Потому что у меня очень серьезные проблемы с сердцем. И я человек очень подвижный, стремительный всю жизнь. Вдруг вынуждена вот себя осаждать по части. Не я, а сердце. Мне так стоп, сигнал стоп все время подает. И у меня вот это вот сидячее, и поскольку оно мне дает эмоции положительные, и все-таки вот работа пальцами, то, не знаю, во всяком случае, есть врач, который наблюдал мое сердце изнутри. Он буквально допытывается, за счет чего вы живете. Потому что когда ему через час, через год после вот этой процедуры передали от меня привет, у него вырвалось, а она еще жива, а я уже жива, уже еще жива, вот уже около десятка лет. Как провожу лето на даче? Цветы и грибы. Ближе к осени, второй половине лета, это грибы. Вот ноги уже совсем плохо ходят. Я думаю, вот, наверное, последний мой будет поход за грибами, это ползком, но по ползу, потому что без грибов вот две моих диких страсти. Грибы и уголки, то есть сидячая и ходячая страсть. Психологи советуют, когда начинается какое-то недомогание или смена настроения, или зимняя хондра нападает, лечиться цветом и светом. Поярче свет и побольше цвета. Все это есть в работе с уголками. А ручная работа, ведь задействована в работе над уголками одновременно по три-четыре пальца, стимулирует мозговую деятельность. Так что уголкам можно приписать и психотерапевтическую деятельность. Работа, которую подружка моя назвала «Эппликатор Кузнецова». Если потрогать, она такая упругая. Здесь, видите, и кремплен, и какие-то шерстяные, и тоненький вельвет может пойти. Работать надо обязательно с наперстком, потому что прокалывать все эти несколько слоев довольно сложно. Сколько уголков? Две пятьсот восемь. Вот, пожалуйста. А в таком же размере, такого же приблизительно размера хабе и шелк, там уже три-четыре тысячи. Вот он меньше. Меньше, но зато трудоемко по буквально физические усилия приходится. Я, между прочим, потому и стала считать, потому что замучили вот поначалу. А сколько тут пришито? А сколько тут пришито? Ну, я решила, самой интересно тоже стало, сколько пришито. Ну, эту работу я называю манерник, потому что, знаете, да, как эти самые в артелях набойных на севере были, существовали манерники. Это холст, на котором отпечатаны все манеры, все узоры. и заказывали по этому манернику, крестьянки заказывали себе набойки. Вот у меня здесь как манерник, можно вот солнышком, можно вот такой вот по кругу пустить, можно такой, вот линия ломаная, ну и, в общем, как... А, уголочков, да, вы запоминайте, напоминайте, 3644. А это... Я когда-то меня... Мне подарили поездку родственники во Францию. И когда я увидела в Нотр-Даме светящийся витраж и центральную его розетку, я скажу, боже, это же мой коврик. Издалека так. Я потом раздобыла фотографию, и по фотографии сделала центральную розетку вот этого витража, центральную часть центральной розетки. Вот, потому что я ее делала очень долго, около, наверное, около трех месяцев, потому что здесь, во-первых, много, 7463 уголка пришита, а во-вторых, ну, хоть как-то цветом имитировать. Здесь же вот в этих таблетках святые расположены, а здесь библейские сцены. Вот, ну, естественно, таким количеством уголков узор не передашь, но я старалась вот по цветовым пятнышкам как-то намекнуть, приблизить. Вот это я назвала Дети Солнца, потому что ну, центральный круг это всегда солярный знак, от которого вот идут искорки, лучики и маленькие искорки, а из маленьких искорок я уже превратила их в головки антропоморфных изображений, и вот тут вроде бы мальчики и девочки Дети Солнца назвала. А это вот работа по воспоминаниям о Канаде. Называется Осень в канадской деревне. Вот изумительно голубое небо. Ну, вот здесь какие-то тени есть. А это вот домики, церковь, церкви там протестантские, и клёники разные, и такие, и такие. здесь 6048. А это так, безделицы, безделушки такие. Можно использовать как подставку под кофейник, скажем. Она может висеть на гвоздике, потом вниз лицом её опустить, постояло, жар не пропустит точно. Вот. И потом опять повесил на стенку. Необходимо иметь тряпочку для основы, лучше светлую, на тёмных будет глаза уставать. Вот, лучше светлую. нитки лучше брать контрастные по отношению к основе. Поначалу. Почему? Потому что с обратной стороны, вот как здесь виден кружок шва, так и с обратной стороны будет виден. Здесь он не прочитается, поскольку белое на белом. И вы себя будете поначалу контролировать, правильно ли вы шьёте круги, потому что может постепенно в огурец превратиться, если невнимательным быть. Вот отрезается, скажем, полоска, нарезается она на куски и по диагонали здесь вот три кусочка получится. Вот так вот. Потом вы берёте тряпочку от себя лицом к себе изнанкой, заворачиваете на полсантиметра на себя и складываете на треть и ещё на треть. Получается вот такой вот уголок. Держите левой рукой этот уголочек и он вот разъёмной частью вот тут он в одну сторону всё время. Это правшам, а левши у меня шили в другую сторону. Как удобно. Вот. И с краю справа вы вводите иголку иголку, а слева у краюшка уголка вы выводите иголку. Вот практически одно движение, как намёточный шов. Иголка вперёд. Вот и всё. Следующий уголок вы накладываете чуть внахлёст на предыдущий. если первый рядок у нас был такой лепёшечкой, то второй смотрите чистоколом заборчиком. Но следите, чтобы они были на одном уровне. И следите, чтобы на одном и том же уровне вы пришивали эти уголочки. Потому что начинают сюда ползти к серединке или опускаться вниз. И тогда от этого будет эффект плохой зрительно. И пойдёт всё наперекосяк. Может огурец получиться с обратной стороны. Вот сейчас я быстренько его дошью. Вот уже даже на первых парах уже нужен напёрсток. Поэтому кто не умеет с напёрстком, научитесь. То есть оно быстро придёт. Поначалу они не такие у вас будут как у меня упругие. Потому что ещё ещё голова с руками ещё не могут выстроить отношения. Понимаете, тут они немножечко хлипкие. Не расстраивайтесь. Пока руки не привыкнут к этой технике, вы не сможете сделать вот такого качества. А потом оно само придёт. Сегодня нам показали все премудрости старинной техники. Может, не стоит ждать наступления хандры и сразу сесть и попробовать всё своими руками. Привлечь к этому увлекательному делу детей. Вскоре в вашем доме появятся новые самобытные вещи. И сделаны они будут вашими руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова